Здравствуйте, подписчики! И просто зрители моего канала. С вами Кирилл Ржевский и мой 13-й видеоурок о том, как исправить ошибку 0xc507b. Эта ошибка очень распространена и многие с ней сталкиваются, в том числе я и мои друзья. Обычно она возникает при открытии каких-то приложений или игр, и я, собственно, у себя устранил данную проблему. И сегодня я покажу вам несколько способов для того, чтобы решить эту ошибку. Обязательно отпишитесь в комментариях, какой из способов вам помог. Ну что же, давайте приступим. Вот, как вы можете заметить на своих экранах, скрин этой ошибки. Сразу говорю, что данная ошибка может появляться на любой операционной системе, будь то Windows 7, 8, 10, Vista, XP и так далее, тому подобное. Она может появиться, если у вас включен антивирус. Любой антивирус. Для этого нужно просто его отключить. Как это ни странно. В 2011 году я скачал себе игрушку с интернета Resident Evil 6. Я ее установил, начал запускать, и у меня как раз-таки вышла вот эта вот ошибочка. Я пролился в интернете и нашел там одно из решений. Было написано отключить антивирус или вообще его удалить. Но я его отключил, и у меня игра запустилась. Попробуйте сделать так. Либо его, либо антивирус отключите, либо вообще его удалите. Если у вас Windows 10 и защитник Windows, то просто его отключите. Так как удалить вам его все равно не получится. Он встроенный, встроенный в винду. Но вряд ли вам отключение или удаление антивируса поможет решить данную проблему. Поэтому переходим далее. Второй способ. Второй способ это обновить драйверы вашей видеокарты. А для этого нужно зайти в диспетчер устройств через свойства системы, нажать на видеоадаптеры и обновить вашу видеокарту. Если у вас тут написано, что последние обновления уже установлены для вашего устройства, то тогда нужно их обновить через интернет. Зайти на официальный сайт разработчика именно вашей видеокарты, будь то AMD, Nvidia или Intel HD Graphics. Найти там вкладку драйверы и скачать самый последний драйвер для вашей видеокарты. Разумеется, выбрав серию вашей видеокарты и модель. Потом, разумеется, перезагрузить компьютер и проверить. Если ошибка осталась, и скорее всего она у вас останется. Потому что это не очень надежный способ, но, тем не менее, попробовать его стоит. Дальше. Если все это не помогает, то нужно, третье, обновить Windows. Для этого нужно зайти в службы. Перемотать ползунок в самый низ и проверить, включен ли у вас центр обновления Windows. Если он отключен, включайте тип запуска, ставите автоматически, нажимайте ОК и закрывайте службы. Потом заходите во все параметры, обновления и безопасности. На семерочке я не помню, как это делать. Попробуйте сами, у кого семерка. И тут смотрите, какие у вас отображаются последние обновления. Если у вас никакие обновления не отображаются, значит у вас дело не в обновлении. И ошибка возникает не из-за этого. Если у вас отображаются обновления, то загружайте их, перезагружайте компьютер. И если ошибка появляется, значит обновления вам тоже не помогли. Но на самом деле хочу вам сказать и признаться, что это тоже такой довольно фиговенький способ. И на самом деле вряд ли он поможет вам решить данную проблему. Но все-таки стоит попробовать. Еще один способ решения данной проблемы, это обновить DirectX и установить все необходимые пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable, а также Framework.net. Для этого заходим в панель управления, удаление программы. И тут просматриваем все версии Microsoft Visual C++, которые у вас установлены. У вас может быть такое, что установлены либо не все версии, либо у вас они могут быть установлены все, но неправильно. То есть криво могут стоять. Из-за этого может вылезать данная ошибка. Хочу напомнить, что нужно устанавливать версии с 2005 по 2017 год. Это 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 и 2017 версия. Если у вас 32-битная система, то вы скачиваете версию x86. Все Microsoft Visuals с 2005 по 2017 год, x86 версии. Если у вас 64-битная система, то вам надо скачивать и x86 версию Microsoft Visuals и x64. Так уж задумано. Вы можете вручную их все скачать, но вряд ли это поможет решить вам данную ошибку. А очень хорошо с установкой всех этих пакетов справляется одна программа. Именно эта программа помогла мне решить данную ошибку. Эта программа называется Runtimes, I.O. Runtimes. Вы можете найти у меня ее по ссылке в описании и скачать. Вот он, Яндекс.Диск. Собственно нажимаете скачать и скачиваете. В ней находятся все необходимые пакеты RedDistributable, Microsoft Visual C++, также DirectX, фреймворки там разные и все прочее. Также Java и также Flash Player. Там содержатся все необходимые пакеты для устранения данной проблемы. Я ее уже, эту проблему решил, поэтому у меня эта программа не запустится. Просто вспыхнет рамочка такая синенькая и будет написано, что у меня все уже установлено. У вас же будет так. У вас появится вот такое вот окошечко, когда вы запустите это приложение. Устанавливать его не нужно, оно сразу работает. Вот как это выглядит. Но у вас оно будет выглядеть вот так. То есть, такие вот непонятные две кнопочки с непонятными символами. Вы не волнуйтесь, в этой программе нету вирусов. Это 100%. Когда у вас появилась эта рамочка, то вы просто нажимаете вот на эту вот кнопочку. Тут будут идти секунды, вы тут не обращайте ни на что внимания. Просто нажимаете на эту кнопочку и у вас пойдет установка всего, всего, для того, чтобы решить данную проблему. Всех необходимых пакетов. DirectX, Microsoft Visual C++, Framework.net и так далее. Установка всех необходимых пакетов может занимать от 8 до 15 минут. Во время установки могут всплывать различные командные строки, также различные окна установок. Вы не должны обращать на это никакого внимания и просто ждать. И не перезагружать компьютер. Когда у вас пройдет установка, вы просто запускаете панель управления, удаление программы и смотрите все ли Microsoft Visualы у вас установились. Все ли версии. Также для проверки вы можете еще раз запустить данную программу, которую вы скачали. И у вас должно тут вспыхнуть такое вот окошечко с синеньким кружочком. Вы должны нажать ОК, это значит, что все у вас уже установлено. Когда вы все сделали, просто перезагружайте компьютер и пробуйте запустить приложение. Если у вас опять возникает ошибка 0xc 5.0.7b, то просто это приложение переустанавливайте. И тогда ошибка у вас должна точно пропасть. По крайней мере мне эта программа помогла решить данную ошибку. И не только мне, а также моему другу. У нас с ним не запускали симуляторы. У меня PlayStation 1, у него PlayStation 2. И тоже возникала данная ошибка. И с помощью этой программы мы все решили. И надеюсь, что у вас тоже все получится решить. Это я вам гарантирую процентов на 95. То, что именно эта программа поможет вам все решить. Ну что же, надеюсь, способы, которые я привел в данном видео, вам помогли. Обязательно, если я вам помог, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или ставьте дизлайки тем, кому я не помог. Пишите комментарии. Какой способ вам помог. Или если вам вообще ни один способ не помог, что вряд ли. Потому что последний способ точно должен вам помочь. Если первые вам способы не помогли. Ну что же, на этом все. Мой 13-й видео урок подходит к концу. С вами был Кирилл Ржевский. Удачи вам, ребята. И пока. Увидимся в следующем моем видео уроке. Субтитры сделал DimaTorzok